Пока школьники весело и интересно отдыхают, педагогические коллективы заняты работой. Время летних каникул для них – это период интенсивной подготовки к новому учебному году. Приводятся в порядок классные кабинеты, ремонтируются спортзалы, обновляется оборудование. Наша съемочная группа побывала в нескольких школах. О том, как они изменятся к 1 сентября, смотрите в первом материале выпуска. Грандиозные преобразования к новому учебному году будут проведены в 17-й школе. Здесь кабинет музыки полностью переоборудован под спортивный зал, где смогут заниматься учащиеся начальных классов, в том числе и дети с ограниченными возможностями здоровья. В помещении 80 квадратных метров разместятся снарядная, тренерская. Сам зал будет соответствовать всем современным требованиям. Ремонтные работы ведутся за счет краевых средств. Параллельно со спортивным залом проводится полномасштабная реконструкция актового зала, который также нуждался в ремонте. Ремонт актового зала будет проводиться за счет средств местного бюджета. Спасибо большое Роман Ивановичу. Когда он случайно побывал в нашей школе и увидев, что мы проводим мероприятие не в актовом зале, а в рекреации, дал добро на капитальный ремонт еще и актового зала. Поэтому мы в этом году получаем и кабинеты начальной школы, и спортивный зал, и актовый зал. Также в этом году в школе появится четыре полноценных кабинета начальных классов. Их оборудуют из помещений, которые раньше занимали другие службы. Благодаря новым классам удастся разгрузить школу, и дети смогут заниматься в одну смену. Сами кабинеты оснастят самым современным оборудованием. В кабинеты начальной школы уже на сегодняшний день подписаны контракты. Более 7 миллионов потрачено на оборудование. Мы получаем два лингофонных кабинета, мы получаем самый современный кабинет для психолога. И все остальное оборудование, необходимое для работы с учащимися начальных классов. Не менее важные и масштабные ремонтные работы проводятся и в первом лицее. Там отремонтированы кабинеты технологии, спортзал, ведется ремонт, рекреация и пищеблока. У нас есть ремонтные работы, которые мы уже закончили. Это кабинет технологии. Я хочу добавить, что технология в учебном плане лицея номер один начинает занимать одно из ведущих мест наравне с математикой и физикой. Поэтому мы сделали три достаточно достойных современных кабинета. Мы заканчиваем ремонт нового свершенного кабинета. Это кабинет робототехники. Мы заканчиваем ремонт на втором этаже холла. Этот холл будет сделан по рекомендации компании «Руснефть». Он будет сделан в корпоративном стиле. И брендирование осуществляла краснодарская фирма по согласованию с Москвой. Помимо этого мы очень интенсивно ремонтируем пищеблок. Огромное спасибо администрации, личной главе муниципального образования Словинский район, Сенеговскому Роману Ивановичу. Потому что вот этот ремонт, который мы так долго ждали, и дети, и родители, и учителя, этот ремонт наконец идёт. И я думаю, что он идёт очень достойно. После ремонта помещение пищеблока полностью преобразится. Там заменят систему вентиляции, все коммуникации, пол и стены будут облицованы современной плиткой. По завершении ремонта пищеблок будет соответствовать всем санитарно-гигиеническим требованиям. Параллельно ведутся работы по благоустройству территории лицея. Собственными силами изготавливаются новые арт-объекты во двор школы. А также оборудован зелёный класс для проведения занятий на улице. Полномасштабные ремонты ведутся и в сельских школах. В школе номер 25 появится современный спортивный зал, в котором смогут заниматься учащиеся начальных классов. Это крыло школы было построено в 1964 году. За прошедшие годы помещение спортзала сильно обветшало и нуждалось в капитальном ремонте. Очень хочется, чтобы дети, а в основном здесь занимаются учащиеся начальных классов, чтобы дети занимались в новом спортзале. Меняться будет и оборудование, и шведские стенки, сетки баскетбольные. Ну и сам внешний вид будет меняться и раздевалок, и тренерская, и спортзала, что, конечно, благодатно скажется на работе. Детей у нас очень много, и два спортивных зала – это будет достаточно для того, чтобы проводить уроки физкультуры три часа в неделю, спортивные секции, вечерние спортивные занятия. Поэтому это крайне необходимо было, и, конечно, это актуально. Помимо современного спортзала в 25-й школе в этом году в рамках национального проекта образования появится Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», нацеленный на повышение качества подготовки школьников. Такие же центры откроются на базе 29-й школы Станицы Петровска и 20-й посёлка Забойского. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа «События».